Министерство обороны Азербайджана представило фотографии предметов экипировки, изъятые у командира армянской диверсионной группы, старшего лейтенанта Гургена Алавердиана. Ранее в оборонном ведомстве Азербайджана, комментируя сообщения Минобороны Армении о том, что офицер вражеской армии, якобы заблудившись, перешел на нашу сторону, заявили. Таким образом, Ереван пытается опровергнуть тот факт, что взятый в плен старший лейтенант является командиром диверсионно-разведывательной группы, выполнявшим спецзадания. В Баку считают, что провокация вооруженных сил Армении в Гюрамбойском районе продолжение диверсионных попыток нападения на позиции азербайджанской армии, предпринятых в июле. Это есть продолжение Таузских событий, потому что в Таузе тоже они сделали государственные границы. Гюрамбой тоже проходит именно не то, что Карабахская граница. Они специально все это придумали, чтобы совершить еще одну диверсию, потому что прошло 40 дней с того дня. Именно в тот момент у них были слишком много потерь. Территории, в направлении которых была предпринята попытка совершить диверсию, стратегически важные, позволяющие контролировать большую территорию, подчеркивает депутат Арзунагиев. Подобные попытки армянская армия предпринимает регулярно, сообщает Баку. В прошлом году, через пару часов после встречи Ильхама Альева с Николом Пашиняном, министр обороны Армении Давид Танаян заявлял о формуле «новая война, новые территории». При этом Танаян отмечал, что Армения нарастет число штурмовых подразделений и от окопного оборонительного состояния перейдет к формированию подразделений, которые могут перевести военные действия на территории нашей страны, Азербайджана. Таким образом, эта последняя попытка диверсии может быть продолжением армянской провокации, которые привели к военной эскалации на государственной границе в июле. Обезврежение диверсионно-разведывательной группы и пленение ее командира – лучшая демонстрация того, что любые провокационные попытки вооруженных сил Армении обречены на провал. Так же, как и мифы военно-политического руководства Армении. Один из них, а бесстрашие армянской армии, разрушили в апреле 2016 года. Тогда очередные провокации вооруженных сил Армении закончились освобождением свыше 2000 гектаров земель.